В этом видео я расскажу, как искать работодателя, на что обратить внимание при его поиске и какие нюансы учесть, чтобы правильно использовать работодателя для переезда в Канаду как дальнобойщика. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить важные моменты. Условно разделим поиск работодателя в зависимости от вашего места проживания на текущий момент. Если вы находитесь в Канаде, то для вас, пожалуй, самый популярный способ это найти источники информации и объявления. Это может быть как банально газеты и журналы с объявлениями, рекомендации автошколы, если вы уже получали права трак-драйвера, форум города проживания в Канаде с актуальными объявлениями и, конечно же, походы по работодателям со своим резюме и попытки записаться на собеседование. Если вы находитесь за пределами Канады, конечно же, существует нюанс дистанции, но при этом нельзя сказать, что найти работодателя совсем невозможно. Первое, на что я рекомендую обратить внимание, это выездные сессии работодателей. Чаще всего такие сессии проводит провинция Нью-Брансвик, редко, но заинтересована в дальнобойщиках провинция Манитоба. Для того, чтобы попасть на сессию, вам нужно для начала отслеживать на сайте провинции даты их проведения. Иногда сессии проходят с разницей в несколько месяцев, иногда и раз в несколько лет. Поэтому не ленитесь и поставьте себе напоминание делать это несколько раз в неделю или смотрите наш канал. Если вы увидите объявление о сессии, проверьте, что будут набирать специалистов именно вашей профессии. Заполняйте анкету регистрации и ожидайте отбора кандидатов работодателями. Если ваша кандидатура заинтересует работодателя, вас пригласят на собеседование, после успешного прохождения которого вы сможете заняться оформлением рабочей визы и иммиграции. О том, как пройти собеседование с работодателем, я рассказывала в одном из наших видео, ссылку оставлю вам в описании. Второй вариант поиска, базовый и стандартный, рассылка резюме по работодателям. Для этого вам нужно создать резюме по канадским требованиям, идти на сайты поиска работы, например, Jobbank или Canada Indeed, все ссылки я оставлю вам в описании, и рассылать свое резюме по всем активным на сегодняшний день вакансиям. Очень важно уделить время и создать правильное резюме. У Канады есть свои требования по этому документу. Если вам интересно, как правильно написать резюме, напишите нам об этом в комментариях, и мы снимем об этом новое видео. Также я рекомендую вступить в профессиональные группы на форумах, в фейсбуке и других социальных сетях. Очень часто те, кто уже переехал в Канаду, делятся там контактами компаний, которые набирают сотрудников, и именно так круг поиска компаний сузится до тех, кто сейчас действительно заинтересован в новых работниках. Не бойтесь уточнять у работодателя причину отказа. Это даст вам возможность понять, над чем вам нужно поработать, что исправить, чтобы в следующий раз увеличить шансы на получение позитивного ответа. Подготовьтесь к длительной работе. Вам могут не отвечать на письма совсем. И да, это реалии поиска работодателя. Поэтому дополнительно к резюме вы можете написать сопроводительное письмо, в котором вы сможете кратко описать, почему вы заинтересованы в работе именно в этой компании, что покажет, что вы действительно настроены серьезно. А также описать свои самые важные достижения в этой профессии. Опыт работы, безаварийное вождение, перевозка опасных грузов, работа в специфических условиях и так далее. Да, конечно, каждому из нас хочется получить работу с первого раза. Но все зависит только от вас и от количества приложенных вами усилий и времени, которые вы готовы потратить на осуществление своей мечты. При поиске работодателя я рекомендую обратить внимание на то, готов ли он получать на вас разрешение на работу ЛМАЕ или он уже его имеет, готов ли он принимать на работу иностранных сотрудников. Эту информацию вы сможете прочесть в описании вакансии или на самом сайте компании. И, конечно же, внимательно читайте условия контракта перед тем, как соглашаться на какую-то вакансию. Вы должны четко понимать, какую зарплату вы будете получать, вычитывая налоги. Есть ли описание количества рабочих дней и часов, графика работы. Будет ли компания предоставлять какие-то бонусы и нужно ли вам их будет возвращать, если вдруг вы не пройдете испытательный срок или же захотите сменить работодателя. Прочитайте каждый пункт, переведите его, если не понимаете английский вариант. Вы должны быть уверены абсолютно в каждом моменте, чтобы не столкнуться с неприятностями, когда уже приедете в Канаду. Несмотря на сложность поиска работодателя, когда вы находитесь за пределами Канады, это вполне реально. На практике я очень часто работаю с такими кейсами и вижу, как трудно, но успешно происходит это у трак-драйверов. После получения контракта вы перейдете к следующему пункту вашего переезда – оформление рабочей визы. Поэтому, если вы мечтаете работать водителем трака в Канаде, не теряйте свой шанс. Создавайте резюме, ищите работодателя и делайте шаги навстречу вашей мечте. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео о визах и миграции в Канаду. Продолжение следует...